Уже прямо сейчас стартовал наш массовый субботник. Субботник в Изумрудном и правда получился массовый. Более двух тысяч человек пришли спасать деградирующий парк. Работали все, невзирая на чин и возраст. Мы всегда делали субботники. С самого детства субботник, мне 83 года. Но если для кого-то совместная уборка дань традициям, для других – стимулирование продаж, конкурсы, мастер-классы. Например, карту субботника в Изумрудном составила компания, продающая строительные материалы, а не общественность. Такое наличие предпринимателей поставило под сомнение идею народного субботника. Ну вообще пришли, как бы сказали, подарки будут давать, тоже приятно. Мы сегодня чистим город, чтобы он стал чуть чище и шаурма была вкуснее на свежем воздухе. Всего с территории вывезли более двух тысяч мешков с мусором и прошлогодней листвой. Собирать мусор и клещи вышел чуть ли не весь депутатский корпус. Забавно получается, если пройти чуть вглубь парка, подальше от конкурсов, музыки и приглашенных гостей, попадаешь в место, которое многие считают позором Изумрудного парка. И это место почему-то сегодня все игнорируют. Именно здесь в течение полгода было срублено более 700 деревьев. Тотальная вырубка в Изумрудном началась в 2017 году, когда в парк зашел новый арендатор Владимир Фишер. Незаконный спил нанес ущерб в 15 миллионов рублей. Здесь остался сухостой, появились грузуны, все поросло бурьяном, бороться с которым желающих нашлось немного. И не случайно в день субботника к чиновникам было много вопросов о дальнейшей судьбе парка. По периметру парка планируем сделать велодорожку хорошую с роликами там. А зимой будем трамбовать ее снегоходом, будем лыжную трассу делать. Все это бросим на обсуждение общественности. Вот как общественность решит, так и будем делать. Вынесем на инстаграм, на сайты. Пусть найдем разумное зерно. Сергей Догин пообещал, что уже к концу этого года горожане не узнают изумрудный. В ближайшее время власти хотят перевезти парк из краевой собственности в городскую. Планируется, что в парке очистят озеро, заменят ограждение и увеличат парковку. Все эти предложения вынесут на обсуждение общественности. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...